Привет! Что делаешь? Готовлюсь рисовать здание МГУ! Ну, я сейчас пойду посмотрю, как ты это делаешь. У меня здесь есть набор вкусных пастелей и пастельных карандашов. Карандашей, подходите! Здравствуйте, дорогие друзья! Вот, я только недавно из художественного салона заходил за масляными красками, но увидел замечательный набор пастелей. Мне очень нравится фирма эта, которой я люблю работать в фабр-пасте. И решился купить набор пастелей и набор пастельных карандашей. Ну, а работать ведь надо на чем-то, и купил еще набор бумаги для пастелей. Она разных цветов. И сейчас у нас будет сюжет с зданием МГУ. Поэтому для него лучше всего подходит вот данный цвет, потому что он практически попадает в цвет здания. И поэтому, когда мы наметим рисунок, мы уже можем смело заниматься сразу небом, и цвет здания у нас уже будет. Нам меньше работы надо будет делать, и меньше будет наложено слоев. То есть мы умело используем цвет бумаги. Так, отрываю аккуратненько листочек, чтобы сильно здесь бумага не перегибалась. Валю его. Есть здесь два вида поверхности. Одна похожая на холст, другая более гладкая. Скорее всего, я выберу вот та, которая более рифленая. Приятная очень фактура. В общем-то, сейчас он очень давно не работал пастелью. Очень давно. Но есть хороший набор карандашей, в плане того, чтобы можно было удобно намечать графику. И уже непосредственно набирать цвета. Сколько здесь трехов-то? Скажу. В общем, их здесь много. 72. 72? Ну да, хорошо. Да, цвета очень хорошие есть. И как раз в небесные тона будут попадать великолепно. Так, с чего я сейчас начинаю? С того, чтобы наметить рисунок. Хорошо, подожди минуту, я обойду. Вот, в общем-то, сейчас мы решили взять горизонтальный формат. В рисунок у нас войдет памятник Михаила Васильевичу Лобанову слову. И небольшой фрагмент здания МГУ. Компоновка. Что-то будет вот такое. Работать, скорее всего, придется без ластика. Так, и раз, и два. Фигура Ломанусова умещается полтора. Чуть-чуть. Вот так вот. Раз, и два. Не забываем, что когда мы рисуем с натуры, у нас есть универсальный измерительный инструмент. Это карандаш. Который можно промерять то, что мы рисуем. Напомню, что я взял специальную бумагу, которая попадает в тон здания. И, конечно же, это нам очень поможет. С тем, чтобы лучше справиться с поставленной задачей. Так, вот где-то вот такого формата у нас получается фигура Ломанусова. Дальше. Осталент. Чуть-чуть его обжать, он поизичный будет. К нему у нас ведет прямо дорожечка. Газоны. Газончики. Ну, а сейчас непосредственно наметим здание. Фрагмин здание. Здание очень немаленькое, скажем прямо. И архитектурных элементов немного. Поэтому, конечно, все каннелюры и пилястры в сталинском ампире нам показать не совсем получится. Но основные пропорции этой красоты мы постараемся схватить. Очень красивое здание по стилю. Видно, что архитектора потрудились на славу, когда его разрабатывали. Величественное. Очень красивое. Производит сильнейшее впечатление. Поэтому, всем, кто не видел его в натуре, лучше его посмотреть. Как же вот эти часики-то называются? У них есть какое-то название? Бьют часы на старый башню. Обожаю день вчерашний. Большие часы. Большая часы. Ищи нас. Большая часы. Звезлиrolloсть. Вот здесь зелень у нас идет, нужным образом нам перекрывает основание здания. Левочки даже тут присутствуют, очень красивые голубые ели. Раскидистый дуб такой видимо, очень большой. Где-то вот такая вот композиция у нас сложилась. И сейчас, что можно сделать, сразу легким тоном прокрыть фигуру Михаила Васильевича. Очень удобно работать сейчас карандашом пастельным, потому что нужен точный рисунок. И карандашом работать в этом плане удобно. А скажи, пожалуйста, если пастельного карандаша нет, можно использовать каким-то образом имеющуюся пастель? Не знаю, острый уголок как-то заточить ее? Ну, именно, то есть так и делают, острым уголком и работают. Именно так, да. Ну, для меня вот карандашом работать удобнее. То есть хорошо, когда карандаш есть. Вот. В нашем городе тоже стоит памятник перед университетом. Вон он, на самом деле. Так. Сейчас. Можно сразу пройтись по элементам в тоне. А почему ты выбрал именно такой фиолетоватый оттенок? Ну, потому что тени холодные. И они имеют рефлекс от неба синий. И сейчас у нас уже дело близится к вечеру. Рядом Кини там именно такие. На мой взгляд. Цветов много не бывает Поэтому Я вот не жалею, что взял Пастель с большим количеством цветов Потому что Здесь, как в масляной краске Нога на палитре не намешаешь Так быстро, кисточкой Поэтому Очень здорово, когда есть нужный цвет Он попадает в тот тон, который тебе нужен И ты его сразу используешь Сейчас можно заложить, кстати говоря Сейчас вот зелень заложу И облака будем ловить Будем ловить облака Цвет зелени Ты как-то сушевываешь цвета между собой Я их списываю Друг в друга Растираю Именно так Пастелью я работал На самом деле Очень немного Но я вижу И у этой техники Большие преимущества Что она не требует воды Хотя ее можно Разводить водой где-то местами Она Не выгорает Так как Скажем Выгорает акварель И ей можно работать по акварели По Гурашевой Подкладке То есть Очень хорошо сочетается С этими техниками Бери сечку, пожалуйста Прокрываем холодные тени Потом я их уточнюю Карандашом Силуэты деревьев Так Вот здесь Яркий выход Зелени Потом Немножко Свет скользит А так Остальная часть Получается Больше к теневой Ну что еще Очень приятно В пастели Это насыщенность цвета А скажи, пожалуйста Ты подбираешь Уже максимально Близкий Цвет Пастели К тому Какой видишь А Может быть Если такого цвета нет Есть какой-то способ Как его создать Ну Вот смешиваются Один цвет С другим Кладешь И потом Их Раскираешь Пальцем Получается Нужный оттенок В общем-то Вот так вот Газунь Часть освещенного газона И теневая часть Сейчас мы поменяли Немного местоположения Я сел на стул Соленка Делаем Делаем Оттенок Оттенок Мега Нужного Книзу оно у нас посветлее Вообще Конечно Очень удобно Что здесь можно Плоскостью работать Ребром Протрывать Сразу достаточно Большие плоскости Так что Варианты здесь Хороших много Для работы Облачка Оставляем Вставляем Под них Место Есть Далее Далее Все Это Конечно Надо будет Отрабатывать Еще Карандаш Сейчас Усилим Цвет Небесный Это Третий Оттенок Поперем Еще Вдруг Сériем Предыдущий оттенок. А для чего? Смешать цвет нужно. Нужно цвет смешивать. А вот в тоненьких местах ты уголком, да, проходишь? Да. Уголочком, ребрышком. Очень хорошо, что здесь есть еще набор карандашей. Потому что я сейчас там вижу нужный цвет, которого нет в карабке. Мы сейчас попытаемся его воспользоваться. Пастельный карандаш. Это та же самая пастель, просто в виде карандаша. Видимо, да. Потому что в салоне нам сказали, что это пастельный карандаш. А с какими-то еще материалами пастель можно совмещать, кроме самой собой? Ну вот, акварель, гуашь. Замечательно совмещается. Вот с графическими материалами с многими она сочетается. С акварелью, с тушью. Сейчас возьмем бельбинца. Какой у нас тоненький. Как и в масле, самый большой расход – это белый. Поэтому в коробочки этих мелкодла положили. А скажи, пожалуйста, когда ты начинал работать над небом, облака были по-другому. Как ты поступаешь с тем, что облака ушли? Я запоминаю то, что мне надо. То есть метод художественного отбора, в общем-то, рисунок с этой лидом, который мне нужно. Надо запомнить определенное положение и стараться от него отталкиваться. А скажи, пожалуйста, можно, например, смотреть на другие облака, которые в другом месте и их в нужное место поставить? Да, 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 да. Именно так. Подсмотрели, вот подходит вот это облачко. Так они красиво там расходятся. Переместили в нужное место его. Вообще, конечно, зря не взял кисточку, но кисточкой здесь тоже можно работать хорошо. Вместо данных людей простирать, растушевать. А специальные растушевки? Тоже могут применяться. Конечно, они тоже могут применяться. Сейчас будем наводить графику. Так, смотри, красиво, да. Сейчас будем наводить графику. Так, смотри, красиво, да. Еще немножко подающие тени. Вот я же буду наден. Нет. Нет или он. Нет. Нет или он. Труд машины. То есть ты сейчас прорабатываешь все теневые части? Да, я сейчас прокрываю общим тоном теневые части. А скажи, почему ты начинаешь именно с теневых частей, а не со света? Чтобы объем выделить. А свет у нас останется вот цветом бумаги? Близко к тому, да. Как раз блеск на золоченных частях. Чайникой пройдемся по циферблату внутри. Часы показывают начало начало. Красно-коричневые элементы отделки. Продолжение следует. А самое главное в рисовании архитектуры это что? На что обращать внимание? Пропорции и перспективные сокращения, чтобы здание не заваливалось. Ни влево, ни вправо, чтобы оно стояло крепко. А пропорции лучше всего находить при помощи карандаша? То есть как измерять, сравнивать? Да, удобнее всего именно карандашом. Пользуясь задавать нужные пропорции. Именно карандашом. Мерить удобнее. На пастельный мелок много измерений не сделаешь. Мерить удобнее. Мерить удобнее. Те же самые окна. Их там достаточно много. Но ты начинаешь со среднего ряда. Почему? Потому что он там самый средний. Я их посчитал. Но прямо все окна не обязательно рисовать. Потому что лишний пересчет не всегда хорошо. Засушивает работу бывает. Сейчас я не во все количество окон, конечно, попадаю. Но стараюсь создать общее впечатление. Потому что архитектура сложная. Непростая. Так. Вот здесь уже начинается много-много узких ухов. И вот надо, чтобы они в сокращении правильно были. И они, получается, становятся все меньше и меньше, да? Ну да. Ну, опять же, замечу далеко. Не обязательно все их рисовать. Что, в общем-то, я и делаю. Я не все их даю. Элемент недосказанности должен быть. Давай поменять батарейку. Давай. Не вырваться. Ага. Так. Вот. Скажи, а что нам дает недосказанность? Пересчета лишнего не будет. Ну, что он тоже губит сухостью работу. Художественный отбор должен быть. Потому что мы должны сконцентрировать на чем-то определенном внимании зрителям. В общем-то, самое главное здесь не олок и не количество олоков. Одна из центральных фигур – это здесь вот Ломоносов. И именно ради него в такой позиции. И выстраивается, что он в виде памятника здесь создает определенный доминант. Денис, а еще такой вопрос. Смотри, а если нам нужно собрать работу масляную, да, ну как-то, то мы используем лессировку. А в пастели есть какой-то похожий прием? Я думаю, что здесь просто растерять кистью нужно. И получается, что-то списываешь, что-то гасишь. И получается, что те цвета, которые есть в коробке, совсем не лишние. Так, еще потемнее сейчас мы видим. Сейчас вот постамент буквально светится. Потому что он на фоне темно-зеленой лиц. Мы сейчас постараемся подчеркивать, усилить там зелень в тени. Все, замените батарею. Ну вот. Прорабатываем зелень, усиливаем ее в тоне. Усиливаем зелень. Так как она в данной композиции один из самых темных элементов. Именно зелень. Силенько мы видим, смешаем сюда. Такой подсох на свет. Так. Еще и здесь уйдем. Вот стараемся смешивать какие-то оттенки сейчас. Чтобы получались какие-то переходы нужные. Ох ты, какой дырочек. Дуб. Сейчас будем рисовать. Дуб. Да-да-да, без чаечки никуда. А этот уже начал дорожки делать, да? Да, я их розоватым прокрываю, на которые солнце попадает. А это пошла тень на памятники, да? Да, это тень на памятники, холодная. Сейчас мы еще сам памятник порисуем. Так крепное восходство может, конечно, не получится. Но все равно общие пропорции должны быть уловлены. Так, сейчас нужно взять зеленоватый тон. Он светлее. Я даже охру возьму. А это ты показываешь что? Цвета. Цвета. А почему охрой? Они охристые. Из-за солнца? Да, из-за закатного солнца. Из-за закатного солнца они охристые. Памятник. Прорисовываем памятник. Пабличку на нем. После там еще где-то ударим. И теперь можно еще постамент порисовать. Светленького добавить сюда. Что мы сейчас и покажем с белым карандашом. Потом еще немножко туда теплой водопроводим оттенки. Так, желтоватый. Светленький. Светленький. Мамя, конечно, не очень хорошо подходит, но близко другие оттянуты. Здесь, в общем, сейчас здание несколько проработаем, сделаем закатные лучи на нем, наметим. А что значит закатные лучи? Ну, то, что свет же теплый от солнца, которое садится, скоро седет. Вот именно и вот мы сейчас намечаем этот свет. Увидим. Раску. И сейчас филиппами на будущем наметим. Так, сиреневые тени. Сейчас я их еще разбавлю, конечно. Так, сиреневые тени. Так, сиреневые тени. Так, сиреневые тени. Чуть-чуть разбавляем, чтобы не были такими яркими. Скажи, Денис, а если в пастели допускаешь какую-то ошибку и если в масле можно аккуратненько снять мастихином, то как поступать в пастели? Я думаю, что перекрывать. Где-то можно оттереть пластиком, где-то можно наверняка листочкой, щетинкой что-то сделать. Ну, конечно, стараться лучше работать без больших исправлений. Это точно. Ой, чуть-чуть в сторону гри. Угу. 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 При Eins. При förs deemed всем, я gegenüber, Тюм nearby. Подrings Watch. Угу, Расскими Вах отri. Возвращение головы по делу гри居а сверху сидит с hubs. При Бажастеринга справ. Угу, ど の вicia. Продолжение следует... 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 Что значит звонкий цвет? Звонкий цвет, ну, достаточно яркий, приятный, не грязный. Сегодня чудесный вечер, хоть и нас пугали грозами. И сейчас мы этим вечером красивым воспользовались для того, чтобы сделать зарисовку. Ну что, сейчас немножко активных цветов на кумбочке. Вот как раз то, о чем я и говорил, что может поставить этот яркий акцент. Скажи, а если цвет получается таким достаточно... Насыщенный. Да, и достаточно сильным поклон. Мы его можем приглушить слегка вот так, чтобы мы его слегка приглушили. Потому что действительно яркий получается. И хорошо, что он там есть. Потому что эти пятна здесь нужны. Сейчас возьмем еще один ярчайший оттеночек. Для солнечных эффектов. На пумбе. На пумбе. На пумбе. Добавим желтенького. И вот здесь выделим еще зелень на дубе. Ну что, она там хорошо контрастирует. С теневыми частями зелени в руку. А почему сверху дерева ты даешь более холодные оттенки? Рефлекс от неба. А снизу от земли? Снизу от земли теплые оттенки обычно идут. От освещенных. Везде обычно теплые идут рефлексы. А если, вот например, как сегодня, когда мы на набережной писали деревья, которые практически склоняются над водой, скажи, в этом случае рефлекс снизу у дерева тоже будет холодный? Прям уж от воды. Нет, я думаю, что там будет рефлекс теплый. Рефлекс там будет теплый, потому что погода была солнечная. Еще немного насыщенного цвета. Ну, как раз у нас получается клумба. Рефлекс. Я думаю, что в этом году самое letzt-мое, что мы не можем было снять, но это для наскостить. Полетчивый теплый депутат. Факт «эр-шай-шай-шай-шай-шай-шай-шай-шай-шай-шай». Ахаст «эр-шай-шай-шай-шай-шай-шай-шай-шай-шай-шай-шай-шай». Огус倒. Скажи, а если вдруг сейчас у нас окошки там где-то подстерлись? Да, в общем-то ничего страшного, их можно где-то подновить. Их очень сильно выделять не надо, чтобы они не лезли на первый план. Некоторые окошечки надо выделить темненьким, потому что они по-разному открыты, по-разному поблескивают. Глубым или все темным делом? Да, темненьким пока. Теперь коричневые. Теперь коричневые. То есть ты опять проходишь по теням? Ну да, по темным частям, которые подстерлись. Сейчас можно еще вот здесь светануть на некоторых поблескивающих частях памятник. для контраста. Так, ну вот. Вот как-то вот так вот сегодня завершается наша зарисовка. Пусть вот такой будет маленький опыт приобретен для вашего художественного роста. Вот таким образом сегодня завершился наш этюд пастелью МГУ с памятником Михаила Васильевича Ломоносову. Подписывайтесь на наш канал в ютубе. Смотрите эксклюзивное видео на нашем сайте, а сейчас прямо смотрите видео маслом одуванчики. И еще раз. Только в разные стороны показывай, будут ссылки в разные стороны. Вообще все отлично получается. Давай. Как у нас закончился сегодня день? Сегодня закончился наш этюд пастелью. Мы находимся около МГУ. Мы рисовали именно его с памятником Михаила Васильевича Ломоносова. Подписывайтесь на наш канал в ютубе. Смотрите персональные видео, эксклюзивные, на нашем сайте. А прямо сейчас видео с одуванчиками масла.